Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 3 апреля вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. Пшеница рухнула в цене, гидрометцентр дал прогноз на вегетацию, правительство пересмотрит утиль сборной сельхозтехнику. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. В последние две недели на рынке пшеницы наблюдается резкий обвал цен. В порту Руан французская пшеница Фрэнс Грейт потеряла около 30 долларов. Такое же снижение испытал ячмень. Обвалилась и российская пшеница. Данные агентства Refinitiv свидетельствуют, что с прошлой пятницы котировки в Новороссийске не поднимаются выше 255 долларов за тонну, хотя еще совсем недавно цена держалась на уровне 283 доллара за тонну. Что происходит с рынком? Все дело в погоде. Март был дождливым не только на юге России, но и во всем северном полушарии. Осадки прошли по Черноморскому региону, в центральной части России, в Европе и в США. Прогнозы на урожай улучшаются и вместе с ними затихает торговля. Главные импортеры пшеницы ждут, пока в преддверии нового урожая цены еще больше снизятся. Новороссийский продовольственная пшеница, по данным Центра агроэкспорт при Минсельхозе РФ, стоит 14 800 рублей за тонну, фуражная – 14 400 рублей за тонну. Агентство Савыкун считает, что в ближайшие месяцы цены будут падать, хотя и не исключаются некоторые всплески, ведь мировой баланс по зерну остается довольно напряженным. Глава аналитического центра Росагротранса Игорь Повенский на этой неделе отметил, что пшеница нового урожая сейчас торгуется по 230-235 долларов за тонну. Поднять цену на пшеницу может засуха, и на юге России она не исключена. Росгидрометцентр опубликовал длинный прогноз на вегетационный период. Согласно документу, в апреле в нашем аграрном треугольнике осадков выпадет меньше нормы. Запад Волгоградской области эта тенденция тоже затронет. Жара не предвидится. Выше нормы среднемесячная температура ожидается в северо-западном федеральном округе, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В мае дефицит осадков переместится на юг Приволжского федерального округа, а в Центральном федеральном округе будет значительно теплее. Июнь. На юге России снова засуха, особенно на Северном Кавказе, но зато температуры на уровне средненаголетних значений. В июле засуха в западной части Ростовской области и Краснодарского края, и, вероятно, на востоке Украины. Документ очень любопытный. Под видео вы найдете ссылку и сможете его подробно изучить. Прогноз на вегетацию яровых культур на юге страны выглядит пока не слишком благоприятным. Увы, то же самое можно сказать и о ценовой конъюнктуре. Как вы помните, с 9 января нынешнего года на подсолнечник рапс и сою в России начали действовать повышенные пошлины – 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Эта мера была рассчитана на срок до 30 июня, но со стечением этого периода пошлины никуда не денутся, они только усилятся. Пошлина на рапс останется на прежнем уровне, а на подсолнечник вырастет до 50% от таможенной стоимости, но не менее 320 долларов за тонну. Чтобы ни у кого не возникало соблазна вывозить маслосемена за рубеж. Но, в принципе, нашим аграриям все равно, кому продавать урожай – туркам или отечественным переработчикам, лишь бы цены были хорошими. Увы, несколько недель назад экспортная цена на подсолнечное масло достигала 1700 долларов за тонну. И исключительно благодаря этому, ведь внутри России цены фиксированы, наши маслозаводы могли предлагать аграриям хорошие закупочные цены. К сожалению, в своем стремлении оторвать российские цены от мировых, правительство все-таки вводит экспортную пошлину на масло. Она будет плавающей, и от суммы свыше 1000 долларов за тонну, экспортеру придется заплатить пошлину в размере 70%. К примеру, сейчас масло подешевело и стоит около 1500 долларов за тонну. От этой цены придется отнять 350 долларов. Масложировой союз дипломатично заявляет, что с пониманием относится к госрегулированию и прогнозирует, что с такой пошлиной маржа переработчика в составе от 5 до 10%, а растеневоды будут иметь уровень доходности не менее 150%. Пошлина на масло начнет действовать с 1 сентября нынешнего года и продлится до 1 сентября 2022 года. Как это отразится на закупочных ценах маслозаводов, объяснять, наверное, не стоит. Минсельхоз России, судя по выступлению его главы, уже и сам не рад тому, что затеяли всю эту историю с пошлинами и фиксированными ценами. Послушаем фрагмент выступления Дмитрия Патрушева перед сенаторами на этой неделе. Уважаемые коллеги, мы, безусловно, понимаем, что активное вмешательство государства в рыночные механизмы в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности отрасли и темпах развития АПК. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе по мере стабилизации общей мировой ситуации, восстановлению объемов производства и традиционных экономических связей, мы сможем вернуться в стабильные условия ведения бизнеса, когда в активном государственном регулировании просто не будет необходимости. Минсельхоз ждет, что наступят времена, когда в госрегулировании не будет необходимости, потому что регулировать на самом деле сложно. И как многие из вас писали в комментариях, если уж регулировать, то делать это нужно по всей цепочке. Допустим, начать с удоминеральных удобрений, которые наша страна самостоятельно производит. Но это оказалось делать непросто. Крайне больная для нас тема. Вы абсолютно правы, стоимость минеральных удобрений увеличилась в прошлом году, и она еще и увеличилась и в начале этого года. Мы соответствующее постановление внесли в правительство Российской Федерации, на площадке правительства оно сейчас рассматривается, при этом было проведено несколько совещаний на уровне руководства правительства для стабилизации ситуации. Очень надеюсь, что будет принято положительное решение, потому что вы абсолютно правы, дорога ложка к обеду, необходимо, чтобы удобрениями были обеспечены аграрии посевной. Напомню, что проект постановления по заморозке цен на минеральные удобрения уже несколько дней висит на сайте проектов нормативных актов. И был раскритикован Российской Ассоциацией производителей удобрений. Один из источников в правительстве сообщил ТАССу, что поручений по заморозке цен правительство не давало. Правительство России пересмотрит утиль сбор на сельскохозяйственную технику, сообщил коммерсант. Предполагалось, что сбор вырастет до трех раз, и такой подход вызвал противодействие аграриев и машиностроителей. Как рассказали коммерсанту два источника, знакомых с ходом обсуждения, решение вернуть проект постановления правительству на доработку в Минпромторг было принято на совещании у главы аппарата правительства вице-премьера Дмитрия Григоренко. Один из источников отмечает, что ключевыми вопросами, которые волновали аппарат правительства, были как раз сельхозтехника, промышленные тракторы, дорожно-строительная техника, то есть как раз те позиции, по которым дилеры, импортеры и потребители видели риски. Ряд собеседников коммерсанта полагают, что в Минпромторге действительно перегнули палку с размером повышения по спецтехнике и позитивно оценивают тот факт, что документ будет доработан. Фермеры Крыловского района Краснодарского края обратились к замгубернатору Андрею Коробке с просьбой помочь им в изменении законодательства о льготном кредитовании. Как вы знаете, льготные краткосрочные кредиты выдаются аграриям на 12 месяцев, со сроком доступности займа до 3 месяцев. Однако цикл производства озимой пшеницы от момента основной обработки почвы до продажи урожая занимает более 18 месяцев. Известно, что средства производства тоже имеют сезонность, поэтому фермеры, у которых собственные средства позволяют, стараются купить посевной материал удобрения и средства защиты в июне-июле, а запчасти ГСМ в декабре. Но фермеры, которые живут на кредиты, этой возможности лишены. Им приходится получать займ и покупать все необходимое по пиковым ценам. В этом случае инфляция просто съедает господдержку. Поэтому фермеры Крыловского района просят увеличить срок кредитования до 24 месяцев, а срок доступности кредита до 6 месяцев. Письмо подписало более 20 сельхозпроизводителей района. Они надеются, что инициативу поддержат сельхозпредприятия и фермеры в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. На этом наш выпуск завершен. Пишите, как у вас с погодой и запасами влаги в комментариях. Всего доброго!